Эфир телеканала ОТС продолжает выпуск новостей в студии Александра Шрудила. Добрый вечер и прямо сейчас коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из этого колодца образовалась настоящая река и вскоре затопила всю округу. Сейчас все это дело прихватило морозцем. Есть тонкая корочка льда, но под ней до сих пор есть огромное количество зловонной жижи. Зловонная река затопила улицу. Кто виноват в прорыве коллектора и что делать весной, когда лед растает? В каждой работе Рафаэля заключен интересный сюжет. Вот, например, сотворение мира. Здесь мы видим и Бога, и множество животных, которые знакомы нам. Есть и животные фантастические. Работы Рафаэля выставили в Новосибирском музее. Почему посмертные гравюры считаются подлинниками в мире искусства? Не допустить ажиотажа вокруг лекарств. Такую задачу сегодня на оперативном совещании поставил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Последние две недели отмечен повышенный спрос на некоторые группы препаратов. Это антибиотики и лекарства для детей. Подтверждают сотрудники регионального Минздрава и Минпромторга. Но также уточняют запасов и в аптеках, и в стационарах достаточно. Более того, на этой неделе сделают дополнительные поставки. Мы уже не один раз переживали периоды жадажного спроса на различные номинования. Поэтому задача Минпромторга перед новогодними праздниками создать повышенный запас, чтобы удовлетворить любой спрос, который возникнет. Задача медиков более активно информировать пациентов, что самолечение – это вред. Вспышку кори локализовали в Новосибирске. Об этом заявили в Роспотребнадзоре региона. Напомню, рост заболеваемости зафиксировали на прошлой неделе. По эпидпоказаниям привили около 650 человек. В регионе достаточно вакцины. Любой желающий может поставить прививку. Отмечу, если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с носителем равняется почти 100%. Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов – высокая температура, воспаление слизистых оболочек, полость рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерная сыпь. Загадочный потоп случился на улице около Новосибирского зоопарка. Горячая вода с характерным запахом канализационных стоков хлынула из колодцев. Пострадали производственные цеха и склады. Бизнесмены опасаются, что ситуация повторится. Реагируют ли власти, узнал Александр Сульдин. Глубина почти по колено. На промплощадке за день образовалась огромная зловонная лужа. В этом здании предприниматели снимают склады и мастерские. Теперь приходится брать в аренду насосы. Территорию начало подтапливать с 10 декабря. Сперва потихоньку. Настоящее бедствие началось в воскресенье днем. Вода хлынула вот из этого колодца. Образовалась настоящая река и вскоре затопила всю округу. Сейчас все это дело прихватило морозцем. Есть тонкая корочка льда, но под ней до сих пор есть огромное количество зловонной жижи. Изготовителям бытовой химии и мебельщикам пришлось осваивать навыки молниеносного строительства плотин из мешков с песком. Однако заграждения мало помогли. Вот пар от воды. У Раисы Литвиновой здесь цех. Изготавливают дезинфицирующие средства. Теперь не прибыль придется считать, а убытки. Вот стоишь, смотришь, как рушится то, что ты создавал годами. И это теряется буквально в течение двух-трех суток. Серьезно, это страшно. Вы чувствуете запах? Пахнет сильно. Что будет весной, когда лед растает? Предприниматели связывают потоп с повреждением канализационного коллектора. Колодцы выглядят заброшенными. Раиса Литвинова обратилась в прокуратуру Зайльцовского района и в региональное министерство природных ресурсов и экологии. В областном ведомстве обещали оценить обстановку на месте. Александр Сульдин, Александр Ведерников, Новости ОТС. Новый способ экспорта зерна освоили аграрии Новосибирской области. Товар пошел за границу в контейнерах. Первый состав сформировали на станции Барабинск. О новаторском подходе заявили на оперативном совещании. Теперь не надо перегружать зерно из российских вагонов в иностранные, что отражается на цене. Правда, для развития нового типа перевозок нужны инвестиции, чтобы построить больше площадок, где продукцию грузят в контейнеры, а не в вагоны. Считаю, что способ перспективный. Рекомендую Александру Павловичу Гоффману присмотреться. Считаю, что следующая станция-формирователь должна быть в Карасуке. Коллегам в западных районах тоже, я думаю, что стоит присмотреться к этому опыту. Больше трех тысяч человек в Новосибирске страдают рассеянным склерозом. Болезнь коварная и требует особого подхода в лечении. При этом победить ее или купировать симптомы только традиционными методами подчас очень трудно. И тут в дело вступает искусство, сила которого безгранична. Как арт-терапия помогает одолеть недуг, расскажет Ксения Петренко. Вместо блистеров с таблетками – баночки, гуаши, кисти и холст. Сегодня необычное задание – рисование нитями. Полная свобода для фантазии. Минута-другая и на белом полотне появляются изображения. Для новоспеченных творцов никаких ограничений ни в палитре, ни в тематике. Для Марины это первые творческие опыты. Но здесь главное не академическая точность исполнения, а самовыражение. «Общение с людьми в первую очередь. Возможно, где-то понимание себя через картины. Все равно что-то в этом есть. Цвета какие, что видим в этих картинах. Ну, конечно, хотелось бы психологом именно поговорить об этом. Но в целом нравится очень даже. Что-то для себя подчеркиваешь». Арт-терапия – новое направление в лечении рассеянного склероза. Это аутоиммунное заболевание с каждым годом молодеет. В группе риска люди в возрасте от 20 до 40 лет. И если с лечением запоздать, то велика вероятность получить инвалидность в самом расцвете сил. Сегодня есть препараты, которые позволяют управлять болезнью. Однако этого мало. «Мы стали лучше управлять заболеванием. Но, к сожалению, все равно симптоматика, в том числе, очень часто сопутствует при таком заболевании психоэмоциональное нарушение. Они могут быть тоже разного рода. После постановки диагноза – это сам факт принятия болезни, то есть формирование типа отношения к заболеванию. Кто-то уходит в себя, кто-то, наоборот, отрицанием не хочет приходить в центр. Тем более, что часто очень на первых стадиях болезни действительно человек с рассеянным склерозом может не чувствовать никаких других жалоб. И сам факт этого диагноза, того, что нужно делать, например, инъекции через день или даже раз в неделю – это для него больше стресс и большая такая ноша». Медики подчеркивают, многое в лечении зависит от самого пациента. Недуг следует принять и не опускать руки. А мотивировать к борьбе с болезнью удастся, если душевное равновесие пациента получится восстановить. Пока прошло только несколько занятий по арт-терапии, но специалисты уже отмечают положительную динамику. «Это работа на мелкую моторику. Это включение центров головного мозга, которые могут просто, грубо говоря, спать у человека. А здесь включается работа этих центров, и это позволяет помогать пациенту в плане неврологии. Когда они приходили на повторные занятия, уже было видно, что они такие спокойные, им все нравится. Они что-то предлагают свое, что-то новое вносят в работы». Арт-терапия в Новосибирске еще только набирает обороты. Эксперты черпают опыт у коллег из Тюмени, Москвы и Петербурга. И останавливаться на достигнутом не собираются. В планах внедрить терапию с помощью лепки и музыки. Чения Петренко, Антон Мамаев, Новости ОТС. В эфире ОТС Новости. Смотрите далее. Естественно, приоритетные задачи, которые выполняют сибирские казаки, это участие в специальной военной операции, как с оружием в руках, так и в гуманитарных миссиях. С номером 20640. За 110 дней доения. Вчера дала 40 литров 100 грамм. Максим Тюленин, который сегодня является чемпионом России, включен в параллельпийскую сборную Российской Федерации. А начиналось все два года назад, когда он там был фактически, там, из юношеских разрядов. Кто такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. СМП Банк вместе с вами. В России техосмотр автомобиля с января подорожает почти на 60%. Жителям Новосибирской области придется платить за услугу почти вдвое больше. Приказ антимонопольной службы по расчету предельных тарифов вступил в действие в октябре. Новосибирск, как и большинство субъектов, поднял цену до минимально разрешенной – 913 рублей. Напомню, до этого мы платили 520. Дороже всего осмотр обойдется жителям Санкт-Петербурга – 1500 рублей. В Новосибирске отметили 440-ю годовщину основания сибирского казачьего войска. Это еще и день памяти покровителя казаков, святителя Николая Чудотворца. Выступили местные коллективы, а молодые казаки присягнули на верность Родине в храме. Правда, в этот раз в праздничном зале собралось куда меньше людей, чем обычно, поскольку большинство представителей сибирского казачества уехали в зону СВО исполнять воинский долг. Естественно, приоритетные задачи, которые выполняют сибирские казаки – это участие в специальной военной операции как с оружием в руках, так и в гуманитарных миссиях. Большое количество мобилизованных казаков у нас призвано. Атаман, собственно, почему я интервью даю, да, потому что атаман Новосибирского отдела Алексея Викторовича Харитонов сейчас сам выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Чтобы производить больше продукции, в хозяйстве Урюмское в Сдвинском районе идет поэтапное увеличение дойного стада. Сбалансированный корм, хороший уход за коровами, учет и контроль принесли результат. Животноводы хозяйства ставят рекорды продуктивности. За день производят 13 тонн молока высокого качества. Каждое утро Любовь Трофимова на работу идет с охотой. Да, ярко знает, ее ждут только приятные сюрпризы. Сытые буренки радуют высокими надоями. Особенно первотелки. Мне приходилось работать в различных хозяйствах. Там давали коровы 5-10 литров. А здесь до 40 дали. Работать одно удовольствие, если есть такая отдача от животных. И таких новотельных коров ввели в дойное стадо 100 голов. Каждая рождена местной буренкой, искусственно оплодотворенной семенем галштинца. Быков у нас нет. У нас искусственное семенение 100%. И у разных коров, и у телок. Для того, чтобы получить более гастеризированную породу, чтобы были высоко удойные. Но они и так у нас сейчас первотелки дают неплохо молока. С номером 2640. За 110 дней доения. Вчера дала 40 литров 100 грамм. После отела специалисты оценивают продуктивность животного. Данные по каждой корове автоматически считываются уже при входе в доильный зал «Елочка». Учет идет по каждому месту. Вся информация стекается в компьютер, которую анализируют специалисты. Каждая коровка ежедневно проходит дойку. И по программе мы видим, сколько она дала. И вот за 100 дней латации определяем, куда они дальше движутся. Которые высоко удойные семеняются и идут дальше. А те выбраковываются, уходят. Ну, таких единичек. Что касается рациона, галштинцы очень разборчивы и даже капризны. Нуждаются в витаминах и многоразовом питании. В хозяйстве сбалансировали меню и режим. Для раздойных присутствует ремикс, который способствует раздой и содержит все микро- и макроэлементы. Потом жмых мы им даем. Ну, фураж нечемерный. Ну, все это сбалансировано в дальнейшем. Все наши силы, все это составляет рацион. Для будущих рекордсменок в хозяйстве завершается строительство третьего коровника. Готова площадка для монтажа второй доильной установки «Елочка». Монтаж доильной установки будет производиться в январе месяце 23-го года. Доильное оборудование у нас закуплено, проплачено. Только ждем его поставки. Поэтому тут никакого опасения нет, что мы не справимся с этим поголовьем. Сегодня в Урюмском дойном стаде 650 коров. В планах увеличение до 1100. Для их содержания и обслуживания уже созданы все условия. Светлана Шевченко, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Вокальный конкурс с историей в четверть века. В Куйбышеве свои таланты показали лучшие коллективы и исполнители района. Как поет село родное, расскажем в следующем сюжете. Пока есть свободная минутка, участницы творческого коллектива «Ровесница» от Радинского дома культуры делают фото. Хочется, чтобы этот трудный год остался в памяти. Клуб закрывали на капитальный ремонт, однако репетиции и концерты отменять не стали. Мы ни одного дня не отдыхали. У нас работала и заваленка, и мы выступали перед Барандуковскими, перед Батышевскими. Мы ездили по домам своих, поздравляли. Мы, в принципе, без работы не сидели, хоть в клубе закрытый на ремонте. Мы старались свою работу везде показать. Да не просто показали, а вышли в финал районного фестиваля конкурса «Поет село родное». В отборочном туре участвовало 78 участников из 17 культурно-досуговых учреждений района. Выбрали мы самых лучших 26 участников. Такой большой праздник для наших коллективов района, и всегда они его ждут с радостью, принимают в нем участие. Участников конкурса жюри оценивало в двух номинациях – вокальное исполнение и художественное слово. Много ностальгического, много задушевного нашего, чистого, настоящего. Мы поем, мы поем, честь и славу отдаем. По словам артистов, такие конкурсы помогают расти профессионально. Когда смотришь со стороны на другие коллективы, набираешься опыта и подход, и одежда, манера, как себя преподать. Знакомые лица, встречаемся, общаемся. Конечно, получаем наслаждение от творчества, от тех номеров, которые показывают участники. Вообще, конкурс замечательный. Каждый раз мы уезжаем с чем-то новым, увозим положительные эмоции и растем творчески. Так, в Куйбышевском районе завершили год культурного наследия народов России. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. В Новосибирский краеведческий музей привезли более 90 работ Рафаэля. В экспозиции – гравюры и литографии на библейские и античные сюжеты. Все работы принадлежат частным европейским коллекционерам. Насколько ценные экспонаты привезли в Новосибирск, выяснил Алексей Кудинов. Живопись одного из величайших мастеров эпохи Возрождения рассредоточена по музеям и галереям разных континентов. В России есть лишь две картины Рафаэля Санти, и обе они принадлежат Эрмитажу. Выставочный проект, который привезли в Новосибирск, включает в себя монохромные гравюры и тонированные литографии, сделанные с работ Рафаэля. Сам Рафаэль гравюры не делал, естественно. Он создавал эскизы, он создавал рисунки, живописные работы, он создавал фрески. А последующие мастера, именно гравюры, литографы, они создавали уже непосредственно гравюры, литографии с его работ. Сам Рафаэль, конечно, с этой техникой не работал, потому что он жил во время, когда гравюра еще не была изобретена. В музее представлены две серии гравюр. Иллюстрации контичной новелли «Апулея, Амур и Психея» отпечатаны в 1774 году с медных пластин. И гравюры, сделанные по мозаикам Рафаэля, созданным для капеллы Кижи в Риме. В каждой работе Рафаэля заключен интересный сюжет. Вот, например, сотворение мира. Здесь мы видим и Бога, и множество животных, которые знакомы нам. Есть и животные фантастические, например, несколько видов единорогов. Есть и какие-то части, то ли не подошедшие Господу, то ли еще ждущие своей участи, чтобы быть собранными в живое существо. В общем, настоящий творческий процесс, настоящая лаборатория творения в одной картине. Это фрески лоджи Ватикана на библейские сюжеты. Литографии с них сделаны в 60-х годах 19 века. Тогда уже умели тиражировать цветные изображения, но мастера решили тонировать листы. Эти отпечатки, в отличие от гравюр, получены с помощью каменных матриц. Такой способ копирования работ позволял познакомить с творениями великих мастеров весь мир. Представленные в Кривическом музее литографии и гравюры сделаны уже после смерти Рафаэля, но считаются подлинниками и снабжены соответствующими документами. То, что касается гравюр, до, насколько я помню, по-моему, до 20 оттисков, то есть до 20 тиражей с одних пластин, это все считается подлинником. Затем уже пластины начинают стираться, уже качество гравюр, литографии становится не таким высоким. Всего на выставке представлены более 90 работ. Важно, что кроме имени Рафаэля на каждой есть еще и соавтор, мастер, сделавший гравюру или литографию. Алексей Кудинов, Евгений Агеев, Новость ЮТС. На Михайловской набережной Новосибирска зальют самый длинный в России каток. Подготовка площадки уже началась. Открытие состоится 24 декабря. Вход на каток сделают бесплатным для тех, кто пришел со своими коньками. Также на льду посетителей будут ждать мастер-классы по фигурному катанию от новосибирских спортсменов. Напомним, в этом году мегаполис является новогодней столицей страны. Общая длина катка составит 1300 метров. Цифра выбрана неспроста. Это в 10 раз больше, чем в следующем году исполнится лет Новосибирску. Соревнования Ассоциации водных видов спорта Новосибирской области с этого года стали рейтинговыми. А накануне в спортивном комплексе «Армада» прошли финальные заплывы как участников и ветеранов Ассоциации, так и ребят с ограниченными возможностями. Александр Попов наблюдал за соревнованиями. 240 пловцов, ребята из 10 бассейнов со всей Новосибирской области вышли на дорожки большого комплекса в Краснообске. Для многих детей, в том числе и из сельских районов, это шанс не только получить разряд, но и начать карьеру в спорте. Именно с таких маленьких соревнований, сельских поселений, вырастают звездочки, маленькие, а потом яркие звезды, олимпийских чемпионов. И пример мы таких видим и в нашей Новосибирской области. То, что сегодня плавание вообще такое, как базовый спорт в Новосибирской области, неудивительно. Наш министр спорта Сергей Ахапов, мастер спорта по плаванию. В Ассоциации, существующие три года, не только подрастающее поколение активно во всех событиях участвуют и ветераны большого спорта, и ребята с ограниченными возможностями. И сегодня ребятишки с ограниченными возможностями, они показывают такие результаты, которые уже перегоняют на здоровье детей. И вот парень, наш член Ассоциации, Максим Тюленив, он сегодня является чемпионом России, включен в паралимпийскую сборную Российской Федерации. А начиналось два года назад, когда он там был, фактически, в юношеском разрядке. Сегодня в организации пловцы из 16 бассейнов области планируется выйти и на региональный уровень. Александр Попов, Александр Ведерников, новости ОТС. В Новосибирске завершился турнир по фехтованию на призы олимпийского чемпиона Станислава Познякова. Традиционно соревнования собирают сильнейшую молодежь страны. О благородных поединках расскажет Кристина Лата. Турнир – масштабный смотр ближайшего резерва кадетов, то есть спортсменов в возрасте до 16 лет. В Новосибирск приехали порядка 300 саблистов из 11 регионов страны. С недавних пор имя Станислава Познякова носит не только сам турнир, но и спортивный центр, в котором проходит состязание. Одна из самых современных площадок не только в Российской Федерации, но и в Европе. Одновременно практически на 20 площадках можно проводить соревнования. Ну и те условия, которые Новосибирская область научилась обеспечивать для проведения такого уровня соревнований, она, конечно же, очень интересная, и поэтому приезжать сюда спортсмены хотят. Соревнования в Новосибирске – это еще и хорошая возможность попасть на карандаш с тренером сборной. По результатам турнира формируется национальная команда. И новосибирцы хорошо проявили себя в домашних стенах. В полуфинал мужского личного турнира вышли три представителя нашего региона. Ну, сложнее, конечно, со своими, потому что мы знаем, мы в фиту вместе, мы знаем, что мы делаем каждый удар. И кто кого просто, не знаю, переиграет. Было такое у меня, что психуешь во время боя, и тогда у тебя точно ничего не получается. То есть, главное, концентрация, да, и все. Тогда ты сможешь выиграть спокойно. В борьбе за золото Иванников был сильнее московского саблиста Михаила Иванова. Еще двое новосибирцев – Олег Пожарский и Михаил Хлебников взяли бронзу. В личном турнире девушек обратная ситуация. Дарья Никифорова стала единственной в квартете не из Москвы. Наша землячка завоевала серебро. В командных состязаниях противостояние Новосибирска и Москвы повторилось. Парни смогли подняться на верхнюю ступень педестала, девушки – третьи. На сегодня это все темы. Оставайтесь с нами в эфире и в телеграм-канале ОТС Горсайт, чтобы быть в курсе событий. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 20 декабря. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Возможно, небольшой снег. Ветер юго-западный 3,8 м в секунду. Влажность 91%. Температура ночью минус 6-8, днем до минус 5. В последующие 2 суток будет пасмурно. Возможно, небольшой снег. В среду минус 8-10, в четверг минус 12-14. С вами была Ольга Савельева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова